Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. В субботу, 4 декабря 2021 года в городе Санкт-Петербург состоялся мемориал памяти легендарного шашиста Василия Сокола. Победу в этом престижном турнире одержал гроссмейстер Роман Щукин, одолев гроссмейстера Гаврила Колесова. Поздравляю Рому с победой. Друзья, не зря я записывал видео, что Рома играет в стиле легендарного Василия Сокола. Кроме того, друзья, в субботу состоялся стрим на канале «Всё о шашках» с очередного турнира мастеров на сайте «Гамблер». Победу в упорнейшей борьбе одержал гроссмейстер Евгений Кондраченко, одолев в финале тульского кандидата в мастера Арсения Цинова. Третье место у кандидата в мастера из Украины Ярослава Гончаренко. Друзья, причем я считаю, что и Ярослав, и Арсений уже давно заслуживают звание мастера спорта. Но почему-то до сих пор им не присвоено это звание. Ну ладно. Друзья, я секундировал на данном турнире мастеру спорта Владиславу Шипилову. В принципе, сыграли неплохо, минус один. Ну, может, было и лучше, я считаю. Ну, неплохо для первого раза. Как говорится, первый к блин комам. И на турнире встретился интересный дебют, который я называю дебют Свизинского. Сегодня мы с вами его рассмотрим. В микроматче против опытнейшего мастера из Казахстана Пауржана Джамбиталина нам выпал следующий дебют. Жеребьевка ЦБ4, ДЕ5, ДЦ3, БА5 и ЕД4. И ход ЕД6 обязательный. Ну, в принципе, если бы ход черных был, понятно, что ХЖ5 и они не пойдут, потому что белые упростят позицию с помощью вот такого нехитрого размена. Ну и получат, в принципе, неплохую позицию. Поэтому в этой позиции, естественно, черные ходят ЕД6. Теперь, в этой позиции Бауржан Джамбиталин, игравший белыми, сыграл ФЕ3. Мы пошли ЦБ6. Ну и после ЖХ4 мы разменялись БЦ5. Получили, в принципе, равную позицию. Но можно было за черных получить более приятную позицию, сыграв ХЖ5. Если бы Бауржан сыграл теперь ХЖ3, можно было разменяться назад. Ну и после вынужденного размена белых выйти в центр и получить более приятную позицию за черных. Большинство партий именно так и развиваются. Но талантливый белорусский композитор и шашист Валерий Свизинский разработал здесь интересный вариант. Я называю его дебют Свизинского. Белая неожиданно играет ДЦ5. Теперь у черных есть несколько вариантов. Можно разменяться ФЖ5. Можно сыграть ХЖ5, ДЕ7, ФЕ7 и ДЕ7. Ну давайте рассмотрим все варианты. Если черная играет ХЖ5, белая бьет. И белая играет СД4. Приходится бить в эту сторону. И белые получают преимущество. Так как у черных отсутствует шашка на поле Ф8. Плюс есть некоторый разрыв по флангам. В эту же сторону черным бить просто нельзя. Потому что белые проводят комбинацию. Отдают одну шашку. Затем вторую. Ну и как бы черные не били. Все равно белые за гребущими руками снимают очень много шашек соперника. То есть побили, побили, побили. И белые. Вот таким образом легко выигрывают. Ход ФЕ7 в этой позиции также не очень хороший. Потому что белые разменом ЖФ4 вынуждают черных упрощать позицию с помощью хода СБ6. Обратите внимание, что ход ФЖ5 невозможен из-за простой комбинации. ФЕ5 и БЦ5. И белые попадают в дамки. То есть естественно так ходить нельзя. А если черные играют ФЕ5, то белые побеждают с помощью другой комбинации. Отдаем ФЕ3. Затем играем СД4. Затем играем ЖХ2. Ну и после того, как черные бьют, мы проходим в дамки. Ну здесь еще есть ничья, но позиция черных хуже намного. То есть надо играть ЖФ6. Затем меняться. Разменивать дамку белых. Ну и после размена ЕД4, да, действительно у черных есть ничья, но позиция намного хуже. В этой позиции Бауржан сыграл СБ6 против нас. И мы ответили СД2. После размена Бауржан правильно побил на Б6. Наверное тут меньше всего проблем. Ну и партия закончилась интересно. Мы сыграли ФЕ3. Разменялись. Бауржан также разменялся на поле С5. И здесь форсировано получается следующее продолжение. ДЦ3 ЕД6. Мы напали. Бауржан разменялся. Мы пошли АБ2. Ну черным надо нападать. Единственный ход. Здесь мы временно пожертвовали шашку. И напали. И черным надо проводить комбинацию. Это единственное продолжение на ничью. Все остальное проигрывает. Поэтому Бауржан правильно отдал две шашки. Затем еще одну. И вот такой комбинацией позиция уравнялась. Мы заключили здесь ничью. Теперь если в этой позиции черная игра ДЕ7. То белые меняются уже на поле АЖ4. То есть мы при ФЕ7 на Ф4 меняемся. А при ДЕ7 именно на АЖ4. То есть ну ЦБ6 за черных не хочется ходить. Кажется что у черных лучше. Поэтому черные играют АЖ5. Но обратите внимание. Ход ФЕ5 невозможен. Из-за разгромной комбинации. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти ее. Белые играют ЦБ6. Ну и затем лучше не сразу же ЦД4 играть. Потому что там дамка ловится белых. Лучше пожертвовать чашку АЖ5. И вот теперь уже играем в ЦД4. Ну и как бы черные здесь не били. Белые громят позицию черных. Ну например. Пустим побили сюда. Мы играем ЕФ2. Черные бьют. И мы можем вот таким образом снять богатый урожай. То есть в этой позиции надо играть АЖ5. А не ФЕ5. АЖ5. Теперь белые точно играют ЕФ2. Обратите внимание. Ход ЖФ4 теперь невозможен. Из-за простой комбинации. То есть отдаем одну. Затем вторую. Бьем назад. Ну и выигрываем с помощью вот этого ударного кулака на левом фланге белых. Снова комбинация. То есть в этой позиции остается единственный ход. ЖА6. Теперь белые играют АЖ3. То есть грозят отдать одну шашку. Вторую. И прорваться в дамки. Чтобы этого не допустить. Черным приходится нападать. ЦБ6. Теперь белые выжидают. ЖА2 играют. Черным надо бить. Белые бьют. Ну и как бы черные не били. Все равно мы сыграем за темы ФЕ3. То есть допустим побили сюда. 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 Ну здесь видите у черных проблемы. Связан фланг. Ну вроде бы кажется черные все таки могут достичь ничьей. То есть они размениваются. И после АБ2 строят ударный кулак. То есть грозят на любой ход белых либо разменяться, либо сперва пожертвовать шашку, а затем отыграть ее. Кажется, что ничья неизбежна. Но на самом деле белые здесь неожиданно побеждают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые отдают АБ4. Неожиданно. И играют ЖФ4. И выясняется, что ударный кулак черных здесь не работает. Надо играть ЕД6, БЦ3, ДЦ5. Белые нападают. Ну надо отходить. И после АЖ3 черные еще могут сыграть ФЕ5. Но за счет Цукцванга. То есть черным невыгодна очередь хода. Белые здесь легко побеждают. Остался неразобранным последний вариант. То есть в этой позиции у черных еще есть размен. Наверное, самое сильное. Ну и естественно сюда бить плохо. Так как белые разменяются. Но сюда нельзя бить. Черные останутся бить шашки наобидь сюда. Ну и после размена, видите, у черных отсутствует шашка на Ф8. Плюс разрыв по флангам. Преимущество белых неоспоримо. Поэтому в этой позиции надо бить не на Д6, а на Ф6. Ну и теперь, в принципе, здесь возможен следующий вариант. Наверное, сильный ход самый здесь, Ж4. Ну и черным надо играть ЦБ6. Теперь белые играют ФЕ3. Ну и черным надо уравнивать позицию вот таким разменом. Здесь белым лучше всего побить. Бьем на Е5. Ну, теперь сюда бить плохо, потому что белые побьют в эту сторону. Ну и как бы, в принципе, черные здесь не били. Прошу прощения, не в эту сторону. Вернее, сюда. Как бы черные здесь не били, у белых будет здесь чуть ли не выигранная позиция. То есть, побили, допустим, сюда, сюда, сюда. Ну и у черных плохо. Выигрыш белых не вызывает сомнений. То есть, еще раз. Белые лучше всего бить в эту сторону, а черным бить именно на поле Ц3. Затем бьют белые. Ну и черным надо размениваться вот таким образом. Затем бьем две. Ну и как бы тут белые не играли, наверное, лучше на Ф6 побить. И черные бьют. Ну и белым, наверное, лучше шашкой Е1 на Ж3 побить. И затем разменяться на поле Ф4. Ну и партия здесь, я думаю, быстро закончится ничьей. Друзья, я на стриме назвал почему-то Валерия Ивановича Свизинского, ветерана белорусских шашек, которому, кстати, в апреле исполнилось 65 лет. То есть, юбилей у него. Почему-то Торчинским назвал. Видимо, перепутал с футболистом. Так что приношу свои извинения Валерию Ивановичу. Ну и надеюсь, этим видео искупаю свое вино. Ну, друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Я думаю, оно достойно того. Кроме того, оцените освещение. Поставил дополнительно лампу на стол. Надеюсь, что шашки было видно лучше. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания.